ну что ж вот камера перед нами пока не фокусе пока мы не включили ну можно ли так чуть-чуть сдвинуть очень хотелось бы конечно подключиться по hdmi и показать вам реальный экран сразу да как на внешнем мониторе с передачей но во первых я пока этого еще не научился делать и у меня и кабеля даже наверное не найдется во вторых все равно я буду показывать вам элементы управления это тоже будет важно где какие кнопки и все остальное чего нельзя конечно будет увидеть если будете видеть только сам непосредственно экран и больше ничего вот с элемент управления мы и начнем я не буду рассматривать их все наверняка вы всякие кучу других обзоров уже видели все это знаете упомяну лишь то что меня задело так сказать это вот колесо управления вернули такой из древних времен колесо управления которое было там на 550 d на 600 d и тому подобных то есть теперь переход из режима фото в режим видео и обратно только поворотом колеса вот этого как видите причем довольно долго вот на противоположных например сторонах находится режим и видео то есть два наверно самые у меня по крайней мере популярный режима вот раньше был рычажок который можно было элементарному здесь вот большим пальцем переключать из фото в видео и обратно и к примеру на 200d на которой мы сейчас снимаем колесо вот это такое же переключение режимов находилась с краю но вот примерно как вот это колесо. И в итоге можно было большим пальцем и фото-видео переключать, и режимы. Здесь, ну, конечно, если посильнее нажать, можно одним пальцем переключать, но это не очень удобно. Немножко смущает. Как бы двумя удобнее, но оно, колесо находится далеко от края, поэтому если вы держите камеру вот так вот, как для фотосъемки, то туда залазить не очень удобно. В общем, мне это лично не очень понравилось эргономически, но практически, пожалуй, это хорошее решение, нормальное сравнение с R или R5 отсюда убрали экран, внешний погон, так называемый, соответственно, добавили это колесо. Да, в общем-то, ничего страшного не произошло. Вспоминаем древние времена, как это было когда-то на старых камерах. Сейчас чуть-чуть сделаем компенсацию экспозиции, поскольку у меня здесь довольно темно в студии, и фотик пытается все, излишне пытается все высветлять. Теперь же непосредственно перейдем в меню и рассмотрим. Вот я включил режим M, включаю, потому что в нем обычно расчехляется максимальное количество пунктов меню. В некоторых других режимах не все пункты меню могут отображаться. Заходим в меню и смотрим. Здесь много подзаголовков, соответственно, фото, автофокус, воспроизведение, беспроводные функции и так далее. Мы прям пойдем по порядку. Вот первый же пункт, в первом подменю фото, это качество. Здесь ничего интересного нет, все как всегда, куча размеров JPEG-ов, то есть можно в разном разрешении снимать максимального и со сниженным качеством, все такое. Но здесь появился, ну он давно уже появился, но здесь тоже есть новый формат CRO. Это RAW-файлы оригинального разрешения, то есть, как видите, того же самого размера, что и максимальные, что и обычные рожки, которые вот здесь вот, да. Но CRO это более компактный формат. И как можно увидеть по количеству кадров, доступных вот здесь вот, посмотрите, да, 4000, ну, кругляя, а здесь 2500. То есть CRO практически в два раза меньше места занимает. При этом, как я показывал в одном из своих стримов, на качество это практически не влияет. При обработке RAW-файлов мы не заметили какой-либо существенной разницы. Поэтому у меня, как и у владельца камеры, когда он мне дал, здесь стояло CRO, я, собственно, не стал ставить обычные рожки, потому что большой разницы не видел, а экономия места на карте памяти и жестком диске в последующем значительная. Поэтому здесь и оставляем. Следующий пункт здесь сделан кадрирование. Довольно интересный пункт. Full это означает, что у вас будет максимальное соотношение сторон 3 к 2, как на любой там камере полнокадровой или даже крупной. Стандартный размер сенсора сейчас во всех камерах 3 к 2. Вот, но у вас есть варианты какие? Стандартные варианты, как и уже давным-давно существуют, это квадрат 4 к 3 и 16 на 9. Квадрат, понятно, например, для инстаграма. 4 к 3 это старый ТВ-формат, а 16 на 9, например, это пропорция Ютуба классические. Но также появился новый режим кропа 1.6. Это, собственно, у вас будет вырезаться центр кадра, так же, как раньше было, вот если с полнокадровой камеры, вы переходите на кропнутую, на APS-C камеру. Вот у вас будет такой же угол обзора. Это мы сейчас, собственно, и посмотрим, поскольку это можно переключать сразу в Live View. То есть, вот вы видите, это полный кадр. Так, заходим в менюшечку, да, и колесиком. Вот кроп. Давайте сфокусируемся на чем-нибудь. Да, и смотрим. Вот полный кадр. Вот кроп. Это, к слову о том, да, разница между полным кадром и кропом. Вот об этом у меня есть несколько видео. Вот такой вот вариант. Есть еще один к одному, соответственно, четыре к трем и шестнадцать к девяти. Как видите, показывается вам, картинка здесь полная, но полоски такие вот серенькие внизу, вверху, или, как, например, в случае с квадратом. Ну, давайте вот четыре к трем еще я выйду из меню. Видите, вот здесь полоски вот эти отображают вам границы вашего реального кадра. Соответственно, для квадрата они будут еще меньше. И там в меню есть выбор. Вы можете либо сделать отображение этих полосок, либо вот здесь вот, если мы нажимаем, затемнена область, а не очерчено, то, соответственно, выходя, у вас они будут именно обрезаться, и вы будете видеть настоящую композицию без лишней информации. Как вам удобнее, это уже ваш выбор. Соответственно, да, четыре трети, шестнадцать к девяти, вот как на видео. Ну, и кропнутый режим, соответственно, есть для увеличения. Довольно удобен. Например, вы можете с телефотообъективами получить большее увеличение на фото. Но при этом стоит отметить, что будет меньшее разрешение. То есть, смотрите, при кропе 1.6 у вас разрешение будет фотографии только вот либо 3.8 мегапикселя, либо 7.7 мегапикселей. То есть намного меньше, чем оригинальные 20. Ну, именно потому что это такой зум, считайте, в сенсор и вырезание середины его. И вот сколько там разрешения остается от этой площади, да, вот столько вам и выдается. Зато это увеличение, считайте, не цифровое, ну, практически как оптическое увеличение. И используя, допустим, да, в принципе, любой объектив, вы получите больший зум, большее увеличение. Особенно это может быть полезно при телефотосъемке какой-нибудь дикой природы или еще чего-то, если вы хотите еще дальше получить, чем вам объектив позволяет. И при этом разрешение вот там в 8 мегапикселей вам достаточно. Конечно. Такая вот фишечка есть. Довольно интересная. Ну и, как я уже объяснил, можно, вполне можно применять этот режим. Если же вы подключаете EFS объектив, или кропнутый объектив, то, соответственно, фотоаппарат сразу переходит в этот режим, и режим Full вам не доступен. Поскольку, ну, понятно почему, потому что круг изображения, пятно изображения на кропнутом объективе, гораздо меньше, чем полнокадровый сенсор. И если бы там был просто Full, была бы труба сплошная, вид как будто из черной трубы какой-то. Поэтому фотоаппарат по-умному сразу обрезает все лишнее и выдает кропнутую картинку. Это тоже большой плюс, поскольку теперь можно использовать кропнутые объективы на полнокадровых камерах. Раньше в зеркальном мире Canon не позволял этого делать. Но про кадрирование я скажу еще чуть позже, когда мы дойдем до видео и покажу пример. Давайте же пойдем дальше. Здесь куча меню, которые все стандартные уже миллион лет существуют. Мы их вообще не будем рассматривать. Компенсация экспозиции, настройка ISO. Все то же самое. Автокоррекция яркости, приоритет цветов, подавление и мерцание. Кстати, очень полезная штука. Советую включать при искусственном освещении. Но учтите, что скорострельность при этом падает. И управление вспышкой. Это все то же самое. Но появилась новая настройка такая HDR-PQ. Не знаю, почему они сразу так не написали. Если вы включаете он вот здесь вот, то у вас будет сниматься файл в формате HEIF. Или HEIF его называют. High Efficiency Image Format. Это такой, ну, уже не совсем новый, но формат, который используется в новых телефонах, например, и вот в новых камерах. Он способен снимать с большим динамическим диапазоном, при этом занимать меньше места. Но он все еще не используется так, как JPEG в любом приложении. Для этого может потребоваться специальная программа. Тем не менее, можно снимать в этом формате, получать больше динамический диапазон. Я вам показываю примеры на экране. И даже прямо в камере, мы когда дойдем до соответствующего пункта меню, я вам покажу, можно сразу делать из HEIF этих JPEG и получать больше динамический диапазон. Здесь же в меню, ну, во-первых, просто включить и выключить эту функцию. То есть вместо JPEG у вас будет сниматься HEIF. И, соответственно, рожки тоже. Но можно сделать, что вам будет отображаться при съемке и воспроизведении этих файлов. Либо будет приоритет экспозиции. Давайте, наверное, посмотрим. Сфокусируемся. Приоритет экспозиции по светлым тонам, либо приоритет экспозиции по теням. Во время съемки, вот, вы видите, здесь мы видим меньше хайлайцев, но больше теней. Выведено. Ну и можно сделать наоборот. Это, соответственно, как вам уже удобнее. Ну и из произведений то же самое. Есть варианты, как просматривать для вашего удобства. Такой интересный формат, если снимать где-то на, не знаю, ярком солнце, например, при сильном контрасте, и потом из этого делать JPEG, вы действительно можете получать гораздо больший динамический диапазон. То есть этот формат получается такое что-то среднее между JPEGами и рожками. Конечно, у него нет такой гибкости, как у RAW файлов, но динамический диапазон побольше, чем в стандартных JPEG. Едем дальше. Здесь тоже все стандартное. Баланс белого, ручной, сдвиг, цветовое пространство, стиль изображения, коррекция аберрации, объектива. Тоже здесь сделана цифровая оптимизация объектива. С какого-то момента они стали ее так называть, хотя если ее отключить, то у вас появляются все просто по... все стандартные пункты. То есть виньетка, коррекция дисторсии, хроматических аберраций и дифракции. Но если вы включите там стандартное или высокое вот здесь цифровая оптимизация, то у вас те два исчезнут, и они как бы там по умолчанию в эту включаются. В общем, здесь ничего интересного нет. А интересно, что появился вариант добавления или снижения четкости. Это такая же четкость, которая называется Clarity в, скажем, Lightroom или Photoshop или в других редакторах. Интересная штука, позволяет сделать такую более, ну, понятно, более четкую, в некоторых случаях более мультяшную картинку. Либо, если вы уменьшаете, это позволяет картинку сгладить и, скажем, смягчить тон кожи на портретах. Поэтому тем, кто снимает JPEG или кому срочно нужно что-то обработать, это может пригодиться. В большинстве случаев, скорее всего, никто этим слайдером пользоваться не будет. Едем дальше. Здесь ничего оригинального шумоподавления при выдержке длительной и при высоких ISO и удалении пыли даже не будем рассматривать. Это все есть во всех остальных камерах. Смотрите другие обзоры. Мультиэкспозиция. Этот эффект тоже давно существует. Он был еще и даже в 70D и 80D. Режим HDR тоже самое. Он давно существует во всех камерах Canon. А вот брекетинг фокуса – это новая фишка. Что она позволяет делать? Во-первых, если мы ее включаем, советуют создать новую папку для брекетинга. Почему? Потому что будет делаться много фоток, и чтобы их потом не потерять, проще создать новую папку. Здесь выбирайте количество снимков и шаг фокуса. То есть вы можете сделать множество снимков. Фотоаппарат будет менять расстояние, дистанцию фокусировки на каждом следующем кадре. Это бывает нужно для предметной съемки или для макросъемки, чтобы оставить задний план, например, размытым. А главный объект, чтобы был весь в фокусе. Единственная заковырка в том, что, сделав какое-то количество снимков, видите, тут их можно аж до 999 снимков сделать. Потом вам нужно будет их все объединить, соответственно, в фоторедакторе. Есть такая функция. И вот объединив их, вы получите и нужную вам глубину резкости заднего или переднего плана, и, соответственно, вернее, степень размытости заднего и переднего плана, и нужную глубину резкости на вашем основном объекте. Вот такой фокус брекетинг на самом деле существует тоже 100 лет уже в Magic Lantern при помощи альтернативной прошивки Magic Lantern, на которой у меня целый плейлист. И даже на самых старых камерах Canon это было доступно со сторонней программой. А здесь это сделали уже по умолчанию. И также есть такой эффект сглаживания экспозиции. Я так понимаю, этот фотоаппарат будет стараться сгладить экспозицию от кадра к кадру, потому что даже если у вас будут все одинаковые настройки, но микроразница все равно может быть. Свет вообще и в мире, и в живой природе ничего абсолютно постоянным не является. И вот чтобы потом не вылезли какие-то артефакты, здесь есть, соответственно, сглаживание экспозиции от кадра к кадру. Вот такая вот новая функция появилась. Дальше. Почему у нас эти недоступны? Потому что включен брекетинг фокуса. Я его не отключил. Видите, когда у вас какие-то функции включены, другие могут быть просто недоступны. Смотрим интервальный таймер. Тоже это все было уже у нас. Мы все это знаем. Таймер ручной выдержки. Чтобы его включить, нужно перейти в режим B. Вот здесь, bulb. То есть это бесконечная выдержка. Ну, не бесконечная, а очень длинную выдержку можно. Дольше стандартных 30 секунд можно выставить. И спуск затвора без карты тоже стандартная функция нужна или нет, сами решайте. А вот что здесь есть интересно, это режим затвора. В большинстве случаев используется вот средний вот этот вариант. Называется электронный затвор по первой шторке. Это значит, что начало экспозиции осуществляется электронным образом. Сразу с сенсора снимается. Но потом шторка закрывается, чтобы обеспечить, ну, собственно, полное быстрое покрытие и снятие информации. То есть это такая золотая середина. Вот как раз он не зря здесь посередине указан между механическим и электронным затвором. В большинстве случаев, я так понимаю, современные фотографы им и пользуются, поскольку позволяет снимать быстрее и тише. Но при этом вторая шторка это все еще механика и позволяет избежать артефактов, которые происходят с электронным затвором, о котором сейчас расскажу через секунду. Но при этом есть у вас выбор полностью механического затвора. Причем на механическом и электронном по первой шторке максимальная скорострельность у вас до 12 кадров в секунду. Но, как я и говорил, должен быть заряд батареи не менее 60% и батарея должна быть LPE6NH. То есть современная топовая, так сказать, батарейка для данного вида камер. Со всеми остальными батарейками или с низким зарядом у вас может, соответственно, скорострельность падать. Есть также электронный затвор, которым, как вы видите, рекламируется до 20 кадров в секунду. Это очень быстро, но есть, конечно же, проблемы с электронным затвором. Во-первых, в искусственном освещении может появляться бендинг, то есть когда свет мерцает, то при такой скорости могут появляться полосы, разноэкспонированные полосы на кадре и портить ваш кадр. Ну, для этого, во-первых, есть режим антифликер, тот самый, устраняющий мерцание. Во-вторых, можно просто выйти из электронного затвора, снимать с другими видами затворов. Но еще один неприятный момент, который возникает, это так называемый rolling shutter. То есть если вы снимаете фото и в этот момент панорамируете, то есть влево-вправо двигаете камеры, то сенсор не успевает так быстро все считывать. И даже если главный объект у вас в снимке будет геометрически правильным, то какой-то задний или передний план может иметь наклон. Поскольку верхняя часть сенсора считывается быстрее, и вы уже прошли панораму, уже повернулись влево или вправо, а нижняя часть сенсора считалась на доли секунды позже, и получилось то, что называется rolling shutter. Вот здесь есть rolling shutter, и будьте внимательны, когда снимаете с электронным затвором. Тут, конечно, зависит от вашего сюжета, нужно вам панорамировать или нет. В большинстве случаев вот замечательно работает электронный затвор по первой шторке. Ну, а с механическим затвором rolling shutter просто не бывает вообще. Вот такие вот дела. Едем дальше. Режим стабилизатора. Это вот очень интересно. Здесь у нас матричный и цифровой стаб, и, как видите, сейчас доступны оба стабилизатора. Почему? Потому что у меня стоит объектив здесь. В данный момент вот Canon Blin 40 мм. Очень маленький, легкий, и он без стабилизатора. И фотоаппарат распознает объектив без стабилизатора и позволяет его, соответственно, включить. Здесь его можно просто включить-выключить, а также обозначить для фотосъемки, будет ли он всегда стабилизировать или только в тот момент, когда вы делаете кадр. Это может экономить батарейку, например, если только фото. То есть так он у вас не работает, а когда вы делаете непосредственно снимок, стаб включается. Но для визирования, для выстраивания композиции, может быть, гораздо удобнее, чтобы он всегда работал, особенно если у вас какой-нибудь телефотообъектив. Давайте я подниму со стола камеру и посмотрим. Вот, все, картинка стабильная. 40 мм это достаточно широкий угол, так что, может быть, и не будет заметной разницы. Но мы сейчас проэкспериментируем следующим образом. Во-первых, просто его выключим и посмотрим, больше ли... Подниму руки со стола. Так, и поднимем фокус немножко. Вот я держу камеру на весу и смотрим. Вот таким вот образом, естественным образом, дрожит камера и картинка. Теперь давайте включим стаб и посмотрим, увидим ли мы разницу. Вот, руки дрожат, как вы видите, а картинка... Посмотрите внимательно на экран. Несмотря на то, что руки у меня дрожат, картинка практически не дрожит. То есть стаб действительно работает. Но чтобы увидеть еще лучше его работу, можно нажать на лупу и перейти в режим... Давайте самый жесткий, 10-кратное увеличение. Вот, сфокусируемся, и я подниму руки. И смотрите, что у нас какая стабильная картинка, да? Учитывая, что 10-кратное увеличение, то есть там должна быть очень сильная дрожь, практически ее не видно. Ну и для чистоты эксперимента снова отключаем матричный стабилизатор, переходим в режим 10-кратного увеличения. И вот как мои руки, естественно, дрожат, просто на вытянутых руках, держа камеру. Как вы видите, дрожь довольно сильная. Еще раз включаем быстренько стаб и те же 10 раз увеличиваем. И видим, что на тех же выпрямленных руках намного стабильнее картинка. Замечательно. Так что матричный стаб 100% работает. Не с ручной оптикой, а с оптикой, в которой нет стабилизатора. Но тут много вариантов. Где-то она может работать. С RF оптикой современной работают и матричный, и оптический в объективе вместе. В старой EF и EF-S оптике, где нет стабилизатора, там работает стаб матричный. А там, где есть стабилизатор, там работает стабилизатор оптический в объективе. А матричный здесь просто будет недоступен, этой строки в меню просто не будет вообще. Но при этом еще доступен, если очень хочется, цифровой стабилизатор. То есть это такой кроп-режим, когда у вас картинка слегка увеличивается, чтобы стабилизировать. Но это работает только на видео, об этом мы поговорим позже, поэтому пока его выключим. Матричный же стаб, великолепная вещь, как вы видите, для большинства фикс-объективов, например, не имеющих стабилизатора, это просто великолепно. И я вот здесь вам покажу примеры, как я снимал, например, на винтажные те же объективы 100 мм 2.8 или еще какие-то 135 Canon старые 2.8 без стабилизатора тоже. То есть стаб работает, он реально помогает, это очень-очень крутая фича для фиксов, особенно не имеющих стаба. Идем дальше. Съемка касанием – это стандарт, просмотр изображения – стандарт, отображение экрана высокой скорости. Это работает, когда вы переходите в режим высокоскоростной съемки, вот здесь вот, например. И тогда можно включить, чтобы экран у вас тоже быстро отображал. То есть в экране, соответственно, ничего не мелькало, и скорость отображения у вас увеличивается. Ну, на практике я большой разницы, честно скажу, не заметил и даже не совсем понял, как это работает. Таймер замера, имитация экспозиции. Экспозиция – это все стандартные такие у нас настроечки. А вот последнее – это интересно, отображение информации о съемке. Ох, здесь очень много чего есть. Например, настройка информации на экране. Вы можете полностью, вот как раньше для экрана, теперь то же самое есть и для видоискателей, и для экрана. Переключая кнопкой «Инфо», у вас будут переключаться вот эти вот пять пресетов. И к каждому из них вы можете еще настроить, что будет отображаться. Вот нажав на «Редактирование», вот, пожалуйста, можете какие-то отображать элементы, гистограмму, уровень и так далее. И все это можно под себя настроить, сделать пять пресетов, можно вообще сделать, чтобы только один был или несколько разных. В общем, очень гибко настраивается экран, и что угодно здесь вы можете настроить. Вот, и также есть информация в видоискателе. Точно так же, да, вы настраиваете, что будет вам там отображаться. Очень важная и интересная фишка – вот вертикальный дисплей в видоискателе. Он у меня включен. На экране это не работает, здесь всегда горизонталь. А вот в электронном видоискателе, попробуем, если сейчас в него заглянуть. Как вы видите, при вертикальной съемке у вас все параметры там тоже отображаются вертикально. И это очень удобно, соответственно, для портретной съемки. Да, как вы видите. Вот, а, соответственно, при повороте в горизонтали у вас и в электронном видоискателе тоже будет все по горизонтали. И вот, соответственно, это включается вот здесь. Вот, отображать или не менять. Если будет отключено, то у вас даже при повороте в вертикаль, соответственно, цифры будут все перевернуты. Сетка, гистограмма – это все стандартные настройки, которые есть во многих камерах. Но здесь есть еще дополнительная штука – отображать фокусное расстояние. Ну, если будет точнее, это дистанция фокусировки. Но здесь это недоступно, потому что это работает только с новыми RF-объективами. Ни одного из них у меня в наличии сейчас нет, поэтому этот пункт нам просто недоступен. Но если его включить, то здесь вот на экране, когда вы вручную фокусируетесь, будет такая шкала, которая будет показывать, на каком расстоянии у вас сейчас объектив сфокусирован. Следующий пункт для видоискателя, так сказать, форм-фактор его. Здесь есть два варианта. На первый взгляд не совсем понятно, зачем они нужны, точнее, для чего нужен один из них, а именно второй. Как видите, первый заполняет полностью экран. Вот здесь вот видоискатель, и вы все видите, и все настройки. Второй же показывает вам изображение уменьшенным и оставляет по краям черные полосы. Но зачем это нужно? Я именно такой себе вариант и оставил. Это нужно именно как раз для того, что мы вот только что обсуждали, что у вас будет отображаться на экране. Если у вас много информации будет отображаться на экране, то все эти данные будут как раз на этих черных полосках располагаться и не будут закрывать вам вашу композицию. А это очень важно. В этом же режиме данные будут располагаться по всему экрану, и часть композиции у вас будет прикрыта этими самыми цифрами и всякими другими буковками. А здесь же вы видите композицию, хоть и уменьшенную, но в чистом виде, без дополнительных циферок. Так что мне лично вот такой вариант больше понравился и удобней. И производительность экрана, видоискателя. Здесь все достаточно просто. Плавность это означает, что у вас будет частота обновления экрана 120 кадров в секунду, а экономия энергии 60 кадров в секунду. В большинстве случаев эта роль и не играет, потому что из 60 даже для отслеживания это нормально. Но если у вас какие-то быстрые панорамы, спорт, дикая природа, птица и что-то такое, то может понадобиться перейти в режим плавность. Тогда при панорамировании или при быстрых перемещениях камеры в видоискателе картинка будет гораздо более плавная. Я же держу на экономии энергии, потому что 60 кадров, конечно, меньше жрут батарейку, чем 120. И последний пункт. Казалось бы, мы находимся в режиме фото, но здесь настройки для видео. Почему? Потому что здесь на камере появилась кнопочка вот такая вот отдельная для съемки видео. И теперь, даже находясь в фоторежиме, нажав на эту кнопку, можно начать снимать видео. Но видео будет не с теми настройками, которые настроены здесь на колесе для видео, а с теми, которые в режиме фото у вас выставлены вот в этом меню. И меню это в связи с этим немножко ограничено. То есть качество записи, вот выбор не такой большой. Когда дойдем до видео, вы поймете, что на самом деле здесь выборов больше, если чисто видео снимать. Но если снимать видео из режима фото, то вот у вас такой вот выбор есть разрешений. И, соответственно, дополнительные настройки. Звук из ISO. Так, кнопка спуска затвора, что она будет делать на видео. Она, соответственно, стандартная кнопка спуска затвора. Она будет производить вам замер и серво-автофокус, замеры по кадровый фокус или только замер. Почему же я пропустил последнее? Потому что там самое интересное, это разрешить ли медленную, вернее, длинную выдержку или нет. В автоматическом режиме. Когда у вас автоматическая экспозиция, то, перейдя вот в такой вот режим, A Slow On, у вас фотоаппарат будет увеличивать выдержку, видео удлинять в темных условиях, больше, чем стандартное правило, когда выдержка равна двум фокусным расстояниям. Или, нет, это для фото, для видео выдержка равна двум параметрам фреймрейта. То есть, если вы снимаете при 25 кадрах в секунду, то выдержка желательно 1,5. Здесь же, в автоматическом режиме, камера будет пытаться увеличить выдержку даже больше этого значения, ну, в цифрах меньше, а в плане времени выдержки дольше, для того, чтобы сохранить экспозицию. Я, опять-таки, вам чуть позже это покажу, когда мы дойдем до видео. Вот, это может быть удобно, если вы снимаете в очень сильной темноте, и ваши объекты как-то неподвижны, и нет особых движений, потому что длинная выдержка, конечно, создаст смазы в движении, но зато позволит снизить ISO или прикрыть диафрагму, и таким образом получить более светлую экспозицию. Вот это меню и отвечает, разрешить эту очень длинную выдержку на видео или нет. Вот такие вот у нас пункты меню чисто для фото. Едем дальше и рассматриваем следующее большое подменю. Ну, это автофокус, все, что связано с автоматической фокусировкой. Здесь очень много настроек, и не помешает в них разобраться. Итак, первое — это функция режим, собственно, автофокус. Раньше их было три — OneShot, Servo, и был еще AI Focus, который сам решал, OneShot или Servo. Но теперь только два режима — либо OneShot, либо Servo. То есть это, соответственно, фиксированная фокусировка, либо с отслеживанием. В принципе, это все стандартно, вы должны это знать давно и понимать. Здесь есть выбор точек автофокуса, точки или какого-то их количества. Почему сейчас некоторые из них не видно и недоступны, доступны только три, объясню чуть-чуть позже. Смотрим. Обнаружение при слежении, отслеживание лиц или глаз. Соответственно, может быть для людей, для животных или без приоритета, здесь все достаточно очевидно. Обнаружение глаз включить или выключить — тоже все понятно. Непрерывный автофокус — это интересная фича. Если его включить, то автоматическая фокусировка будет происходить независимо от нажатия кнопок. То есть вот, например, могу подставить свою руку, и уже будет происходить автофокус, хотя я ни на какие кнопки не нажимал. Это удобная вещь может быть. То есть аппарат сам и так уже отслеживает что-то, прежде чем вы соберетесь это делать. И вместе с этим, я говорил уже, можно один интересный момент осуществлять, то есть делать селфи-портреты. Отходя от камеры, автофокус будет вас отслеживать, и вы можете себя щелкать. Но раньше, к примеру, в 70D, вот про это у меня есть целое большое видео, посмотрите, не буду детально рассказывать, это можно было делать и включая таймер. Здесь же, если вы включаете таймер, то фокус фиксируется, как и на многих других камерах, и перестает отслеживаться. Поэтому, честно говоря, ценность этой функции достаточно-таки невысока. И очень жаль, что это не работает, вот как в 70D или как даже в 100D, где гибридный фокус, и поэтому не такой классный, как в Dual Pixel 70D, но, тем не менее, там эта фича работает, и во время таймера можно ходить в кадре, и у вас будет продолжать отслеживаться ваше лицо. Это видеосерва, это то же самое, что непрерывный фокус, только для видео, то есть постоянное отслеживание. И настройки AF-перетаскивания. Достаточно странно это все по-русски называется, по-английски, честно говоря, гораздо понятнее, но я оставляю на русском для русскоязычных пользователей. Включить и выключить относительные и абсолютные, и область, где это использовать. Что это такое? Довольно удобная штука. Это выбор точки автофокусировки. Его можно осуществлять вот тыканием, да, просто по экрану, как видите сейчас. Можно бегать этой точкой при помощи джойстика, но это все на экране. Когда же вы переходите в, если вот прикроем сейчас, и мы перейдем в, сейчас попробуем перейти, в электронный видоискатель, то нажимая вот здесь вот на область экрана, и возюкая пальцем по экрану можно, точно так же, вот как видите, я вот возюкаю пальцем, смотрите, да, видите, большим пальцем, и в электронном видоискателе у вас шевелится точка автофокуса. Это очень удобно и очень быстро, потому что, когда вы вот сюда прикладываете глаз, вот здесь возюкаете пальцем, и точки автофокуса у вас там перемещаются, как вы только что видели. И вот эти настройки за это дело и отвечают. Во-первых, просто включить-выключить. Во-вторых, относительное или абсолютное, это значит, если абсолютное, значит, у вас центр экрана, это центр точки, и, соответственно, возюкайте влево-вправо, вверх-вниз. Если же будет относительное, то в какой бы точке экрана вы ни нажали, у вас там будет центр, и уже это будет исходная точка, от которой вы будете возюкать влево-вправо. Мне больше показалось гораздо удобнее относительное, потому что куда вы ни ткнёте пальцем, если у вас глаз около видоискателя, вы не всегда можете понять, куда вы там ткнули, не глядя ткнуть и, соответственно, пользоваться. Ну и здесь это какая область будет использоваться для того, чтобы манипулировать этими точками. Опять-таки, учитывая, что большой палец у вас находится где-то здесь, я лично выбрал правый верхний угол, как он оказался самый удобный, но тут вот хоть весь экран, хоть любая абсолютно область, смотрите, совершенно любые варианты. Например, если вы держите камеру двумя руками, может быть, вам как-то с левой стороны большим пальцем будет удобнее манипулировать. Вот такая вот достаточно удобная функция. Переходим в следующее окошко и видим настройка выделения цветом MF. Это то, что мы привыкли называть Focus Peek или Focus Peaking. Это та же функция, которая давным-давно существует во всех версиях, по-моему, во всех версиях Magic Lantern для древнючих камер, даже для таких древних, как 5D Mark II, например, от 2008 года. Там уже есть это выделение цветом, этот Focus Peek. Про это я рассказывал подробнейшим образом в своем плейлисте про Magic Lantern. Можно включить-выключить, чувствительность высокая и низкая, то есть насколько резко вам будет все это отображаться, и цвет, каким цветом будут выделяться эти области. Как же это работает? Вот мы включили. Это не работает в режиме автофокуса. Кстати, в отличие от Magic Lantern, где независимо авто или ручной фокус, Focus Peek вам все равно подсвечит вашу область. Здесь же, если вы переходите в ручной режим... Так, давайте одно лишнее пока выключим. Соответственно, вот все, что видите, сейчас красненьким подсвечивается. Можно покрутить кольцо фокусировки, и увидите, что красным цветом подсвечивается область, которая в данный момент в фокусе. И вот эти настройки и отвечают, соответственно, за то, каким цветом будет подсвечиваться. Давайте желтым попробуем. Вот, видите, желтый. Кто какой любит. И насколько сильно они будут подсвечиваться, можно указать низкий, и тогда не так сильно, не такая чувствительная будет эта подсветка. Это очень удобно для ручной фокусировки, для фокусировки с винтажными, скажем, объективами, где вообще нет автофокуса, где только ручной фокус. Ну и в любых других условиях, где вам нужна ручная фокусировка. Но для ручной фокусировки также есть еще один инструмент. Он называется помощь фокусировки, Focus Guide по-английски. У него нет никаких настроек, но если его включить, то у вас появятся рядом с точкой автофокуса такие вот два белых треугольничка. Смотрим. Если у нас картинка в раз в фокусе, то они разошлись. И по мере того, как мы приближаем фокус, эти точки, треугольнички начнут сходиться, и когда они сошлись и загорели зелененьким, у вас, значит, объект в этот момент в фокусе. Это очень удобная фича, но опять-таки она уже была в Magic Lantern. Она называлась Magic Zoom. И точно так же позволяла... Ну там она чуть по-другому выглядела. Посмотрите в плейлисте у меня все, я это показываю. Но суть была та же самая. Можно было крутить вручную фокус и видеть наглядно, когда у вас все в фокусе. И также там была подсветка. Но разница в том, что здесь, если вы переходите в режим, допустим, увеличения в пять раз и хотите более точно навестись на какие-то мелкие объекты, или даже в десять раз, то у вас все пропадает. И фокус пик пропадает, и этот фокус гайд тоже пропадает. Как вы видите, здесь только чисто на глаз приходится. А вот один к одному, да, у вас все эти вспомогательные инструменты есть. В Magic Lantern же, почему называлось Magic Zoom, потому что там можно было увеличить также в пять или в десять раз, и при этом у вас сохранялся там фокус гайд, то есть полосочки там зелененькие загорались, когда у вас все в фокусе. То есть, несмотря на то, что это очень крутая дорогая камера, вот эта функция довольно бедным образом сюда внедрена. И даже в Magic Lantern, в старейших каких-то там камерах, это работает удобнее, чем здесь. Тем не менее, это очень замечательная вещь, и с помощью нее не только можно вот так вот фокусироваться, но где у нас минимальная дистанция фокусировки, давайте попробуем. Вот. Но что еще удобно? То, что можно не только кольцом фокусироваться, но и, соответственно, перемещением камеры. Вот, допустим, я сфокусировался, если я отодвигаю камеру от себя, соответственно, фокус теряется. Опять-таки, это зависит от фокусного расстояния, от расстояния до объекта. Может быть, там уже гиперфокальность наступает, где все в фокусе. Но, тем не менее, по мере того, как вы будете менять дистанцию до объекта, у вас треугольнички будут сходиться и расходиться. И именно это можно использовать для селфи-портретов. Так как, соответственно, у вас не работает continuous autofocus, который мы только что обсудили, то можно настроить на себя, повернуть экран, встать напротив камеры, настроить на себе, допустим, на глаз, навести вот эту вот точку с треугольничками, поставить таймер 10-секундный. И пока таймер будет идти, вы можете ходить назад или вперед от объектива или к объективу и подстраивать так, чтобы треугольнички сошлись, и вы были в фокусе. У вас все загорелось зелененьким. И в этот момент остановиться, за 10 секунд вы должны успеть это сделать, и у вас, соответственно, осуществится съемка, и все будет в фокусе. Вот такую вот хитрость можно применять. И вот этот вот кадр, который я здесь показываю, я сделал именно таким образом. Развернул на себя камеру и ходил назад-вперед, пока шел 10-секундный таймер, до тех пор, пока вот эти квадратик фокуса и треугольнички не стали зелененьким, и я не оказался в фокусе. И этот снимок, причем, был сделан на объектив, которому примерно 50 лет. Это Pentacon 100 мм f2.8. Полнокадровый винтажный чисто ручной объектив. С помощью вот этого фокус-гайда я смог такое вот селфи сделать. Так что это тоже довольно полезная и удобная фича. Ну и включение лампы помощи автофокуса. Это тоже настройка, которая была во всех камерах. Только светодиодная помощь. То есть здесь есть спереди лампочка, которая светит и может помочь в темных условиях. Выдает красный луч для лучшей фокусировки. Либо, я так понимаю, это будет включаться тоже при работе со внешними вспышками. Идем дальше. Здесь такие вот есть интересные сценарии. Это сценарий работы непрерывного автофокуса. Здесь 4 плюс 1 автомат. И вы можете их настроить. Ну вот универсальная съемка. Продолжительное отслеживание объектов, не обращая внимания на препятствия, то есть без перефокусировки на вновь появляющиеся объекты. Наоборот, мгновенная перефокусировка на появляющиеся объекты. И для съемки ускоряющихся объектов, быстро ускоряющихся или замедляющихся. Но это такие все относительные сценарии, потому что на самом деле каждый из них можно вот здесь вот нажать и выставить чувствительность слежения и ускорение и замедление автофокуса. Тут достаточно гибко вы под себя можете все это настроить. Либо вообще ставить просто все на авто. Либо в первом режиме, который наиболее универсальный. И, соответственно, снимать так, как вам удобнее. Следующий пункт. И здесь довольно много строчек. Ручная и электронная фокусировка. Это как раз с такими объективами примерно, как у меня здесь сейчас стоит. Тоже есть варианты. Так как кольцо фокусировки напрямую механически не связано с приводом фокуса, то переходя в ручной режим, в MF, соответственно, фотоаппарат дает команду, вернее кольцо, при кручении кольцо дает команду и там уже двигаются механизмы. Так вот, будет это работать или нет и каким образом, соответственно, определяется здесь. Покадрово или запретить в режиме AF ручную подстройку фокуса и так далее. Вот здесь вы можете выбрать в помощи. Вот здесь вот все достаточно подробно описано. Соответственно, не буду я просто это все читать. Кому надо, те прочитают. Едем дальше. Приоритет спуска при покадровой съемке. Это когда вы в самом обычном режиме, то есть сфокусировались, щелкнули. Что будет важнее, если вы нажимаете кнопку затвора до конца? Если стоит приоритет спуска, то даже если фотоаппарат еще не зафиксировал фокус, он все равно сделает снимок. И если приоритет фокусировки, то снимок не будет сделан до тех пор, пока фотоаппарат не сфокусируется. Что вам удобнее, решайте сами. Вы можете потерять кадр, если фотоаппарат не дофокусировался, например. Или наоборот, потерять кадр, потому что сделали его раньше, чем фото сфокусировался. Тут дело, как говорится, хозяйское. Переключение и отслеживание объекта. То же самое. Скорость, что важнее, начальный объект или вновь появившийся в кадре. Интересно, как это соотносится, кстати, с предыдущими вот этими пунктами, потому что такое впечатление, что как-то они немножко дублируют друг друга. Поиск автофокуса при невозможности тоже. То есть будет он дальше охотиться, пытаться или выключиться. Эта настройка тоже была раньше в камерах. Ограничение методов автофокуса. Вот мы и дошли. Какие зоны доступны нам для фокусировки? Вот почему там до этого было переключение, и было только три варианта. Потому что здесь не стоят галочки. Давайте поставим галочки на всех. Я вам покажу, как они работают. Выходим сюда. И кнопочка очень удобная. Вот здесь вот MFN в данном случае. Хотя это можно перекастомизировать, на другие кнопки переделать. Но этой кнопочкой, просто переключаясь, мы будем получать различные точки. Вот самая маленькая точка автофокуса доступная. Чуть большая точка. Точка с четырьмя микроточками, удобными для отслеживания. Точка, окруженная еще точками. Зона такая квадратненькая, естественно, которую можно перемещать, как и все остальные точки. Большая зона вертикальная. Может быть удобно в некоторых случаях. Скажем, если у вас интервью на широкий угол, и вам нужно этого интервьюера, только сидящего где-нибудь вот здесь, только его и держать в фокусе. Ну и то же самое для вертикали. Тоже можно вниз-вверх. Вот такой вот достаточно богатый выбор точек. И последний режим, но на самом деле он здесь вот первый, если посмотреть вот здесь вот, это просто отслеживание, соответственно, глаза, лица, или фотоаппарат сам будет выбирать, чего ему отслеживать. Но если вам все эти режимы не нужны, и вам слишком долго их переключать, то как у меня здесь и было, на самом деле вот эти я все выключил ненужные. В большинстве случаев оставил лишь отслеживание, микроскопическую точку и точку среднего размера. Вот поэтому мы их вот здесь вот и не видим. Они просто недоступны. Причем это можно отдельно настроить для фото и отдельно для видео. Сейчас мы все еще в режиме фото находимся, поэтому это вот так и работает. Управление методом выбора автофокуса. Ну, это вот как раз с помощью вот этой вот кнопочки, либо с помощью стандартного верхнего колеса можно выбирать эти режимы. И что будет... А, нет. Это у нас ориентировка точек автофокуса в зависимости от горизонтального или вертикального режима. Можно сделать так, чтобы у вас точки были всегда, как бы камеру не поворачивали, точки сохранялись, либо для горизонтального и вертикального режима точки были разные. Это тоже в старых камерах все и было. И последнее здесь у нас такая подстрочка. Начальная точка для отслеживания. Авто может быть, то есть он как-то сам выбирает, чего найдет в кадре. А можно установить так, чтобы начальная точка была по центру. Или точка, установленная для других точек автофокуса. То есть если вы переключились с другого режима, то у вас главным будет та точка, и от нее уже начинается отслеживание. Ну, я ставил это все в автомат и не напрягался. И дальше такие чисто технические настройки. Это вращение кольца, в какую сторону плюс, в какую минус. Для кольца фокусировки это можно перенастроить. Чувствительность кольца фокусировки для объективов RF при ручной фокусировке. Чувствительность джойстика. То есть джойстик у вас так вот бегает довольно быстро, а переключив там на другое положение, я просто люблю очень быстро, когда джойстик бегает, можно среднее или медленное сделать. И последний пункт. Электронный постоянный ручной фокус. Включить или выключить. Давайте заглянем. Что это значит? Это значит, что когда включено, то ручная фокусировка доступна всегда, когда камера готова к использованию. И отключено. Соответственно, работа ручной фокусировки определяется настройка ручная и электронная фокусировка. Не совсем все это понятно, но все это касается, видимо, либо STM-объективов таких, вот как этот, либо новых RF-объективов, где нет механического привода фокуса, а все только электронно делается. Вот все, что у нас находится в меню автофокуса. Следующее меню у нас называется обычно воспроизведение. Здесь большинство параметров. Это тоже все стандартное, все, что было у нас сто лет уже во всех камерах. Защита изображения, стереть, повернуть фотографии, оценка, копировать изображение, это относится к двум картам памяти. Здесь стоит только одна, но если было бы их две, соответственно, можно было бы с одной на другую их копировать. А вот что интересно, это есть такая вот функция изменить информацию о повороте видео. Это бывает нужно для использования, например, на телефонах. К примеру, я снимаю видео и фото для одной из кофей, но если вы смотрели мой канал, вы это прекрасно знаете. И там мы частенько снимаем видео для сториз, и, соответственно, они должны быть 16 на 9, но вертикальные, а фотоаппарат снимает горизонтально. Так вот здесь, после того, как вы снимете видео, вот заходим, вот это, например, видеофайл, который у меня здесь имеется. И здесь вот стрелочка отображает ориентацию видео для смартфонов. То есть, если вот так файл передать на смартфон, он будет думать, что это горизонтальное видео. А если передать вот так вот, стрелочкой вверх, то, соответственно, видео, снятое вот так на смартфоне, будет отображаться вот так. И, следовательно, переключив, например, на другой вариант, если вы снимали вот таким боком, то вот так вот будет на смартфоне оно отображаться. Это очень удобно, Но как раз, допустим, для таких съемок, как мы делаем для вертикальных съемок, для того же Инстаграма или для других соцсетей. Следующий. Заказ печати, настройка фотокниги. Это все стандартно было у нас всегда. Обработка RAW изображений. Это тоже стандартная такая вещь, где у нас какие-нибудь изображения есть. Это все то же, что и было, собственно, всегда в камерах более топовых линеек. Здесь есть некоторые дополнения. Достроить обработку JPEG, достроить обработку HIF или, соответственно, обычная RAW-обработка. Так, и сохранить. А где у нас? А, с выведения из RAW-шек какой формат выводить. Ну и здесь, да, экспозиция. Можно изменить размер изображения, шумоподавление, баланс белого и все такое. И все это можно, соответственно, настраивать. Изменять профиль изображения. Ну, в общем, кое-чего такое, не какое-то редактирование, включая, кстати, вот Clarity, та самая четкость. Давайте посмотрим, как работает. Здесь очень наглядно можно. Вот, видите, четче стала картинка, четкость. Срисовываем, стала картинка мягче. Ну, надеюсь, вам это на экране видно. Вот, да. И так мягче. В общем, RAW-файлы, да, можно здесь, соответственно, обрабатывать. Таким вот образом. Изменить размер, изменить кадрирование можно. Это моя любимая функция в фотоаппаратах Canon, особенно вот в последних. Перед публикацией сразу можно обрезать как-то картинку. Преобразование хейв в JPEG. Вот как раз мы и дошли до этого. Все файлы, которые вы снимаете в хейве, можно преобразовать в JPEG. При этом, на самом деле, ничего там такого не происходит. Вы просто нажимаете ОК, и он сохраняется как новый файл. И просто отображает вам больший динамический диапазон в вашем новом JPEG. Ну, нажмем ОК. Вот, и, соответственно, изображение сохранено. Вот, вы видели, как оно только что перескочило. Вот для этого это и нужно. То есть вы можете наснимать в хейве, а если вам срочно нужно передать на смартфон или куда-то опубликовать, вы можете тут же его конвертировать в JPEG, и все будет хорошо. Следующий пункт – слайд-шоу. Условия поиска. Переход – это использование колеса при просмотре. Кнопки функции. В общем, это все функциональность этих кнопок при просмотре. А интересно вот что. Параметры лупы. Сколько она будет определять увеличение. Ну, как вы видите, 2, 4, 8, 10 раз. Я же выставляю фактический размер. То есть это удобно, когда вы открываете любое ваше фото, нажимаете на лупу, и сразу получаете увеличение 1 к 1. И джойстика можете просмотреть. Мне лично нравится сразу 1 к 1 в максимальном качестве. Ну, вот здесь вы можете выставить так, как удобнее лично вам. И последний пункт – информация о воспроизведении. Это тоже самая настройка ваших экранов и видоискателей экрана. Тоже, что у вас будет отображаться. Как видите, у меня большая часть здесь отключена. Хотя, на самом деле, очень много информации при просмотре фотографий можно получить. Как видите, не только всю выдержку, гистограмму, дату съемки, RGB составляющую, баланс белого, резкость. Ну, и все-все-все. Вот все, что я здесь переключаю. Но лично я это все не использую. Хотя можно везде галочки наставить и все это просматривать. Мне удобнее вот такие данные. Я их себе на данный момент и оставил. А вы можете настроить как угодно. Это, соответственно, отображение гистограммы, отображение точки фокусировки. Это все было. Показывать сетку при воспроизведении или нет. Это все в старых камерах тоже было. Тайм-код, соответственно, здесь есть. И HDMI. HDR, выход по HDMI. Вот все, что у нас здесь есть в меню просмотра. Следующий пункт – это беспроводные соединения. Тут, пожалуй, ничего хитрого. И даже мы ничего рассматривать не будем. Это подключение по Wi-Fi и Bluetooth для передачи снимков, либо для удаленной съемки. Можно глянуть, да, тут какие были аппараты, к чему подключаться. Параметры Wi-Fi и все такое. Есть режим в самолете, то, что все, видимо, чтобы все это отключить. Режим Bluetooth. Где-то здесь было еще что-то интересное. Передача изображений. Вот. Что можно передавать. Прямая или по FTP. И какой формат передавать, как вы видите. И даже можно по отдельности выбрать JPEG RAW или RAW плюс JPEG. И, соответственно, с HIF то же самое. Что интересно, что раньше нельзя было RAW-шки передавать. Вот, по крайней мере, в моих камерах, старых, типа 200D или 80D, по Wi-Fi замечательно передавали снимки, но только JPEG. RAW-файлы нельзя было передавать даже через официальное приложение Canon. Здесь же уже, как мы видим, это делать можно. И это все замечательно. И даже есть какой-то пункт передачи с комментарием. Не знаю почему. Может быть, это для других камер, где можно записывать комментарии. Или это от чего-то еще зависит. Честно, тут я не понимаю. Вот. А так ничего здесь нет. Это различные параметры подключения ваших устройств Bluetooth и Wi-Fi. И, соответственно, сбросить все настройки. В следующем идет пункт общих настроек, но довольно важных. Первое, что мы здесь видим, это как раз настройка на карты памяти. Так как их здесь две, то можно сделать раздельную запись фото и видео на карты памяти. Если мы это делаем, то все остальное практически отключается, поскольку просто у вас на одну карту будут идти видео, а на другую – фото. Если же вы все пишете и туда, и туда, то, соответственно, у вас есть различные выборы для фото и видео. Стандартно. Что это значит? Автовыбор карты. Это, видимо, когда одна заполняется, а на вторую начинает записывать. Раздельная запись и дублирование на обе карты. Не совсем непонятно, в чем разница между стандартной или раздельной. Стандартная, наверное, это запись по очереди, на одну карту, а потом на вторую. Автовыбор, возможно, это в зависимости от того, сколько места на какой карте памяти, я так понимаю. Ну и, соответственно, раздельная и дублированная. То же самое есть для видео. Те же самые параметры. Просмотр тут для первой и второй карты. Причем какой-то еще приоритет какой карты. Не совсем мне это все понятно. Нужно две карты, чтобы понять, как это реально работает. У меня здесь только одна. Но суть в том, что есть выбор, как манипулировать двумя картами. Дальше большинство пунктов, наверное, опять нам хорошо знакомы. Это нумерование файлов, имя файлов, форматирование карты, поворот при просмотре на различных устройствах, дополнительная информация о повороте видео. Включить или отключить. Это может быть связано с тем, что мы до этого рассматривали, хотя, честно говоря, не уверен. Дата, время. Это все стандарт. Язык, ТВ стандарт, размер шрифта. Можно увеличить размер шрифта. Интересно, как это работает. Нужно ли для этого камеру переключать. Но, тем не менее, есть вариант. Звук, бип, громкость наушников. Так как здесь есть сбоку разъем для наушников, соответственно, можно крутить их громкость. Режим экономии энергии, то есть дисплей, когда у вас выключается. Что меня удивило, здесь нет функции вообще отключить, отключение дисплея. То есть может уже через 15 секунд у вас погаснуть вот этот вот задний экран. Если вы ничего не делаете, камера в режиме простоя. А можно вот до получаса. Но нет такого варианта, чтобы дисплей никогда не отключался. Это очень странно для меня. Хотя могу сказать, что когда был стрим, и камера была подключена по USB, то дисплей вообще, собственно, и не выключался. Он отображал мне все 4 часа стрима, показывал независимо от вот этой вот настройки. Автоотключение камеры, это стандарт, который тоже везде был. И отключение видоискателя. Тоже, соответственно, уже электронного отдельно. Тоже минуты, три, или чтобы он всегда горел. Причем, вот видите, электронный видоискатель можно не отключать, а экран почему-то всегда будет отключаться. Видимо, потому что он более жручий. Может быть, поэтому. И эко-режим такой немножко странный, но, может быть, он и подойдет при каких-то особых условиях. Если вы его включаете, вот смотрите, только едва мы переходим в режим съемки, экран сразу темнеет и начинает экономить энергию. То есть даже если вы что-то сфокусировались и пытаетесь где-то какую-то настроить композицию, хотя бы какую-то секундочку только глянуть, что у вас получается, вы вот сразу экран темнеет. Это хорошо для экономии энергии, да, но если вы снимаете, буквально вы даже не успеете понять, что вы там снимаете. Вот, видите, экран уже сразу темнеет. Поэтому лично я это, конечно, отключаю, но для жесткой экономии батарейки это может пригодиться. Дальше. Дальше вот эта полезная вещь. Как видите, нарисованный экран, отвернутый в сторону, вот так вот. Вжух. И для чего нужны эти настройки? Вот в таком вот режиме, когда у вас экран отвернут, у вас вот написано только... Давайте я перефокусирую сейчас, чтобы все было видно. Только экран. То есть, например, если я прикрываю вот этот вот датчик, то у нас ничего не происходит. Да, то есть в обычном режиме, если экран здесь, и мы подносим камеру к... камеру подносим к глазам, этот датчик закрывается вашим лицом, и, соответственно, у вас там вот, видите, наверное, да, все в видоискателе электронном. Вот, убираем датчик, и мы снова здесь. Здесь же, если мы отводим экран, и у нас вот этот пункт меню первый, то при перекрытии датчика ничего не происходит. Если это пункт второй, то у вас будет такое же автоматическое переключение. Вот, видите, электронный видоискатель, или такой, электронный, или экран. Вот. Казалось бы, это очень удобно, но на самом деле, я посмотрел, если вы вот так будете пытаться оперировать вашими настройками, например, подносите сюда руку, пытаетесь что-то вот нажать, и вы перекрываете этот датчик, и вот видите, что начинается. Поэтому это может быть неудобно, и в этом случае как раз удобнее вот этот первый режим. В оставшихся двух режимах, если нажать на этот, вернее, если нажать на этот, то картинка будет только на видоискателе, в электронном не будет вообще никак, даже вот так вот. Ну и последним наоборот. Я не буду сейчас его включать, потому что иначе он переключится в электронный, и дальше, чтобы переключить обратно, мне нужно будет заглянуть только в электронный видоискатель, потому что экран будет полностью отключен. Вот. Я оставляю первый себе вариант. Яркость экрана. Обычно она у меня стоит побольше, но сейчас я специально снизил вам для этой съемки, чтобы вам было лучше видно монитор. Да, так это можно, соответственно, выставить. Яркость видоискателя тоже самая, ручной или авто, но чтобы это понять, нужно заглянуть сюда, вот в видоискатель. В общем, регулировать можно вполне яркость, и электронный видоискатель тоже. Цвета и тон экрана и видоискатель. Это очень важный параметр, поскольку, когда я только камеру забрал у владельца на обзор, здесь стоял номер 3, вот так вот, и мне показалось, что такое синюшное. Что ж такое все синее? Какие-то плохие цвета и на экране, и на фотографиях. Вот. Оказалось, что это просто экран, такой пресет цветового тона для экрана, холодный тон, причем есть еще более холодный. Вот. А потом, когда я нашел эту настройку в меню, я переключил на стандартный, и вот цвета стали действительно приятные и стандартные. А кому этого мало, кто хочет что-то подобное первой пятаку получить, может даже перейти в первый режим, будет теплый тон, и у вас, ну вот, все, будет такая вот теплая картинка на экране. Ну, я предпочитаю стандартную, она более натуральная, вот как вы видите. Это касается электронного видоискателя и поворотного экрана. Так что смотрите, не ошибитесь здесь выбором под себя цветовой гаммы. И точно так же для электронного видоискателя можно еще и подровнять, как вы видите, по цветам. Тот же самый цветовой баланс, если вам нужна еще более тонкая настройка. И увеличение интерфейса. Это забавная штука, но не знаю, мне она лично не пригодилась. Если вы ее включаете, то двумя пальцами, ткнув на экран, двумя пальцами, два раза ткнув на экран, у вас все увеличивается. Видимо, может быть для слабовидящих, как вы видите, все увеличилось ваше меню, и вы можете вот так вот в нем оперировать. Нажав еще раз двумя пальцами, два раза, вы уменьшаете обратно. Ну, я это выключу, мне это не необходимо. Разрешение HDMI, авто или 1080p. Ну, для тех, кто пользуется HDMI, давайте, кстати, экран обратно сюда вернем. Вот. Управление сенсорным экраном. Стандартно или чувствительно, или вообще его отключить. Тут ничего хитрого нет. Блокировка управления. Это то, что будет блокироваться при нажатии на вот эту кнопку Lock. То есть, раньше были рычажки, сейчас нет рычажка, есть кнопка Lock. Вот. Мы на нее нажимаем, и видим здесь на экране, нам тут выражается, что было заблокировано. То есть, вот эти вот все, например, колеса, тачскрин, все заблокировано. А вот что именно будет заблокировано, как раз регулируется и здесь. И вы можете, соответственно, поставить галочки или снять, что вам удобнее для блокировки. Давайте разблокируем, нажмем здесь на Lock, и вот все разблокировано. Затвор при выключении. Когда вы включаете камеру, затвор может закрываться, то есть, защитить ваш сенсор. Ну, правда, затвор сам становится уязвим для механических воздействий, но тем не менее. Вы можете оставить открытым затвор, и, соответственно, сенсор, а можете оставить, закрыть затвор при выключении камеры, и сенсор слегка прикроется таким образом. И чистка сенсора — это стандартная функция во многих камерах Canon. Последний сброс параметров, пользовательские режимы, C1, C3 — это вот здесь вот они находятся. Туда можно вбить свои какие-то настройки, и, соответственно, здесь их зарегистрировать в этом пункте. Информация о батарейке, как вы видите, тоже это все стандарт. Есть информация о батарейских правах, и, соответственно, ПО, это обложение логотипа, и вот версия прошивки, последняя 1.4 на момент съемки этого видео, как я и говорил. Вот все, что у нас есть в общих настройках. И здесь мы переходим уже к вкусненькому, а именно к пользовательским настройкам. Тут тоже много старых добрых настроек, которые давно известны, но есть кое-чего и интересненькое. Шаг изменения экспозиции — полступени или треть ступени, шаг чувствительности — айсо треть ступени или целая ступень, это понятно. Скорость по замеру и авто айса. Вот это вот интересно. Здесь в помощи это все описано, но это не сразу так можно понять. Я вам объясню. Есть время замера экспозиции. Оно отображается у нас где? Вот таймер замера экспозиции. 16 секунд или 4, или сколько угодно можно выставить. То есть в течение какого времени фотоаппарат замеряет текущую экспозицию, и потом идет сброс замера. Так вот, возвращаясь сюда, что будет происходить с айсо, если закончится этот таймер? И можно сделать так, что в обычном режиме, раньше всегда было сохранить скорость, скорость имеется в виду, на самом деле, значение айсо здесь, то ничего не изменится. Будет и замер, и все так и останется, и айсо у вас останется таким, каким вы его и настроили. Если же сделать, восстановить авто после замера, то после того, как истечет этот таймер, ну, в данном случае 16 секунд, у вас айсо автоматически переключится в авторежим, в авто айсо. То есть даже если вы вручную выставите айсо, но истечет таймер замера, то фотоаппарат перейдет в авто айсо, ну, чтобы, видимо, не потерять экспозицию случайным образом. Вот такая вот функция здесь есть. Нравится нам или нет, не знаю, пробуйте, смотрите. Автоотключение брекетинга, порядок брекетинга, количество кадров, сейфти шифт, безопасность двиг, это все было уже и в старых камерах. Постоянная экспозиция при новой диафрагме. Вот это новая настроечка, я таких раньше не видел. Что это значит? Когда вы настраиваете с определенным объективом свою экспозицию и оставляете настройки, например, ручные все, и вдруг снимаете объектив и вешаете другой объектив с другими параметрами, например, с другой диафрагмой, то эта функция вот здесь определяет, как будет действовать фотоаппарат в таком случае. Офф отключить, значит, что ничего не будет происходить, у вас настройки все останутся как есть, просто сменится объектив, и в соответствии с этим изменится, естественно, картинка. Можно же сделать так, чтобы фотоаппарат компенсировал то, что произошло. То есть, например, если у вас изменилась экспозиция в связи с тем, что объектив с новой диафрагмой, с новой светосилой, то вот выбрав ISO, фотоаппарат будет при помощи ISO пытаться компенсировать экспозицию. Соответственно, следующий пункт это ISO плюс выдержка и последняя выдержка. То есть, если у вас изменилась диафрагма объектива, то фотоаппарат при помощи выдержки или ISO может пытаться компенсировать экспозицию, чтобы сохранить ее при смене объектива. Такая вот забавная функция. Режим фиксации замера автоэкспозиции после фокусировки. Так, ну, это, собственно, просто режимы замера. Не знаю, почему они так странно назвали. Это просто режимы замера. Можно их все отображать, можно нет. Так же, как и с режимом автофокуса и с чем-то там еще мы делали. Ну, в большинстве случаев используется только оценочный замер. Хотя иногда бывает полезен и точечный, и все остальные. Ну, оставим как есть. Диапазон выдержек. Здесь такая настройка была уже примерно в камерах типа 7D или 7D2, точно не помню. Ну, это интересно. Вы можете назначить доступные вам для выбора выдержки. Например, там, если совсем никак не хотите, чтобы была шевеленка, скажем, там от 60, я не знаю, ну, до скольки хотите, можно как угодно настроить. То есть, непонятно, есть ли смысл зачем-то это ограничивать, когда вручную всегда можно выставить, но тем не менее. А так максимум вот от 30 секунд до 1,008 секунды можно ограничить выдержку любым диапазоном. То же самое есть и с диафрагмой. Опять-таки, не совсем понятно, зачем это нужно. Ну, если, например, вам нужно, не знаю, на свадьбе или в репортажке, чтобы все было в фокусе, и вы можете задать, вот, например, от 4, от F4, скажем, до F8. И вам фотоаппарат позволит выставлять только эти диафрагмы. В этом диапазоне. Ну, например, чтобы у вас объекты не выходили из фокуса. А так, да, можно, естественно, по максимуму от 1 до 91 диафрагму задать. Так, направление кручения, опять-таки, колес, TVAV, в одну сторону, в другую. Так, 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 сбросить настройки. А вот здесь две строчки. Уже интереснее. Назначить кнопки. Это как раз и есть переназначение кнопок. Можно джойстиком пользоваться. Вот здесь довольно большой выбор. Практически все кнопки на фотоаппарате, кстати, они показываются вам здесь еще и на экране, можно переназначить на другие функции. Причем, как отдельно для фото, так и отдельно для видео. И это очень удобно. И здесь довольно много у меня чего на самом деле переназначено. К примеру, кнопка AF-ON. Где она у нас здесь? Переназначена на отслеживание по глазу, как вы видите. Это то, что я говорил. Непонятно, как сделать ее на кнопку спуска затвора, поскольку на спуске затвора нет такого выбора. Вот. Ну и кнопка предпросмотра диафрагмы, которая внизу там находится. Я ее переназначил здесь на переключение между OneShot и Servo. Это тоже очень удобно. Оказалось, вот кнопочка находится вот здесь. Это очень удобная кнопочка. Если держать рукой, то она под безымянным пальцем всегда. То есть на постоянку прям можно даже и оставить. Соответственно, так как в электронном Вездеискателе у вас вот так уже предпросмотр диафрагмы можно делать, то, соответственно, эту кнопку, да, я назначил на переключение Servo и OneShot. Ну и все остальное, соответственно, по своему желанию для фото и видео вы можете переназначить. Это для кнопок. И то же самое есть для дисков управления. Здесь дисков у нас, ну, на фотоаппарате на самом деле три, а здесь показывает четыре. Почему? Потому что вот это раз колесо, это два колеса и сзади три колеса. А то, что имеется в виду здесь четвертое, это кольцо управления на новых RF объективах. Там есть дополнительное колечко, помимо фокусировки и зума. И вот его тоже можно переназначить. Соответственно, эти все кольца тоже какие-то функции. Вот вы видите, можете назначить. Ну и на колесо вообще можно, на колесо объектива, если это RF объектив, вообще можно много функций добавить. Вот. И, соответственно, на этих колесах фотоаппарата тоже можно функции поменять. Что у нас есть еще? Добавить информацию о кадрировании. Это довольно полезная функция. Может быть, не часто, но особенно инстаграмщикам пригодится. Я уже показывал, такое есть в фотоаппаратах уровня 7D. Соотношение сторон, как видите, пропорции. 6 к 6, 3 к 4 и всякие остальные. Если вы выберете, например, пункт 4 к 5, скорее всего, самый популярный будет, то у вас в кадре также будут отображаться, видите, рамки. И, например, 4 к 5, если снимать вертикально, это, скажем, максимальные пропорции, которые позволяют выставлять Инстаграм для вертикальных фотографий. То есть, если вы Инстаграм-фотограф, допустим, ведете чей-то Инстаграм или свой, то очень удобно с этими рамками сразу пользоваться, чтобы получать правильное кадрирование для будущих ваших публикаций. Ну, соответственно, и все остальные пропорции также доступны. Непонятно, правда, зачем 6 к 6, поскольку это 1 к 1, это квадрат, а как мы уже смотрели в предыдущем меню, в самом первом, там и так можно кроп в квадрат поставить. Но, тем не менее, вот такие вот пропорции есть. Единственное, что это работает только, когда соотношение сторон только Full обязательно, то есть 3 к 2 должно быть, и тогда вот эти полоски с другим соотношением сторон будут отображаться. Если вы там в режиме кроп в фото меню поставите что-то другое, то эта функция будет недоступна. Аудио сжатие. Это при съемке видео, когда пишется звук, можно дополнительную компрессию добавить. Я не знаю, здесь не написано, какую именно и что, какой формат или какой битрейт. Ну, в общем, аудио будет занимать меньше места в видеофайле, получается. Хотя, на самом деле, аудио из видеофайла и так это совсем не совсем небольшая часть. Видеопоток гораздо больше места занимает. Тем не менее, дополнительное сжатие аудио вот здесь есть. Опции удаления по умолчанию. Для кнопки корзинки здесь можно, соответственно, много функций выбрать. Удалить RAW, удалить не RAW. Сразу удалять без подтверждения, с подтверждением. В общем, тут можно поэкспериментировать, как вам удобнее. Спуск затвора без объектива. Тоже надо, не надо. Задвинуть объектив при отключении. Вот это очень интересно и хорошо. Можно показать это, кстати, на примере данного объектива. Вот, например, сфокусируемся куда-нибудь так, чтобы он выдвинулся у нас, да, например, где-то на передний объект. Вот. Допустим, мы стоим объективы, такие как этот вот мой блинчик. Соответственно, если вы выключаете камеру, то вот сейчас нажимаем на рычажок, и когда камера выключится, объектив сам автоматически задвинется. Это очень здорово. И особенно для таких вот объективов с телескопической фокусировкой, где передний элемент выдвигается. Но это было у меня и раньше, скажем, на камерах 200D, 80D, там действительно тоже задвигается объектив обратно. Но только с STM-объективами это было. А со сторонними производителями или со старыми обычными какими-то объективами каноновскими EF или EF-S это не работало. Сейчас же вот эта функция, я проверил, она работает со всеми объективами, даже с объективами сторонних производителей. Ну, наверное, сейчас я даже вам это покажу. Вот вам такой пример. Объектив стороннего производителя, там рон 35 миллиметров, причем у него фокусировка даже внутренняя. То есть на самом деле при кручении кольца ничего не происходит. Но даже в таком вот случае, смотрите, я сфокусировался на минимальной дистанции фокусировки и сейчас просто вот камера включена, я ее просто выключаю. Смотрите, что произойдет. После выключения камеры он просто сдвинул фокусировку, сам фотоаппарат, на бесконечность. То есть если бы это был объектив с выдвигающимся вперед элементом, соответственно, он бы задвинулся обратно. Что приятно, это работает реально со всеми объективами, даже с моими старыми зумами, скажем, 70-300 объектив, мой ASUSM, где фокусировка совсем старая, и там передний элемент и вращается, и выдвигается, и, соответственно, с такой камерой, выключив ее, можно быть спокойным, что все задвинется обратно и не будет торчать. Кстати, на этот зум, как и на вот этот Tamron, у меня отдельные обзоры есть на канале. Соответственно, здесь вы можете оставить эту функцию включенной, можете выключить. Не знаю, зачем ее выключать, потому что функция очень полезная. Но, тем не менее. Последний пункт. Добавить информацию IPTC. Честно, понятия не имею, что такое IPTC. Вот, посмотрим. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Информация IPTC к изображению во время съемки подключите к компьютеру, зарегистрируйте какую-то информацию. В общем, это что-то мне пока недоступное. Кто знает, пишите в комментариях, зачем это нужно. Так, ну и последний пункт. Это сброс пользовательских функций. Здесь все понятно. Единственное же, что еще у нас осталось на камере, это вот эта вот звездочка. Сюда вы можете накидать сколько угодно ваших любимых пунктов меню, чтобы не лазить по всему остальному меню. Здесь меню сделано владельцем, он просил его не сбрасывать. Я, собственно, сюда и не залазил. Но это вот то, что владелец себе установил для наиболее быстрого доступа. Соответственно, это очень удобно. Вы всегда можете как бы в своем вот отдельном меню выставить все, что вами чаще всего используется. Вот, собственно, и все меню касательно фотосъемки. Теперь же мы перейдем, посмотрим меню для видеосъемки. Чтобы перейти в меню видео, мы, собственно, переключим здесь колесико на видео и посмотрим, что несмотря на то, что множество настроек, конечно, будет те же самые, ну, в смысле, будет та же там выдержка диафрагм, стили изображение и все такое, но все-таки вот меню первое мы видим как минимум уже на один пункт меньше, там было 9, здесь 8. Ну и, собственно, пункты сами могут быть другие в другом порядке. Смотрим, что у нас здесь для видео. Режим съемки. Полностью автоэкспозиция или полностью ручная экспозиция. Других вариантов нет на самом деле, то есть какие-то режимы ТВ или АВ на видео недоступны. Давайте включим автофокус с отслеживанием и посмотрим, все ли работает. Так. Следующее. Качество видео. Собственно, как я и показывал вам до этого в меню с фото и говорил, что здесь будет больше вариантов. Вот они все варианты, возможные для видео. 4К, Full HD, соответственно, при 25 или 50 кадрах в секунду. Но это для режима PAL. Соответственно, для NTSC там будет доступно 23, 30 и 60 кадров в секунду. При этом здесь есть отдельный пункт высокая частота кадров. Если мы включаем, то в PAL мы получим 100 кадров в секунду. Единственное, что это только Full HD и уменьшенный Full HD по битрейту. Ну а в NTSC это будет, соответственно, 120 кадров в секунду. При этом автофокус с Dual Pixel сохраняется здесь. В отличие от некоторых других камер, где 120 кадров в секунду вообще без автофокуса. Либо с гибридным, то есть очень слабеньким, плохим, контрастным. Здесь автофокус сохраняется, но звук при высокоскоростной съемке не записывается. Ну, собственно, он, как правило, не нужен, потому что обычно это используется для замедленных каких-то моментов, для растягивания и получения Slow Motion. Так, отключим и оставим у нас тут, допустим, Full HD. Что есть еще? Кадрирование видео. Это интересная функция. Соответственно, позволяет получить кроп. То есть вот они полнокадровые на 40 мм. И если мы нажмем кадрировать, то мы получим угол обзора такой же, как был бы, если бы мы этот объектив повесили на, соответственно, кропнутую камеру с форматом APS-C. Зачем это будет нужно? Я сейчас покажу вам отдельное видео. Скажу лишь, что при переходе на объективы EFS, то есть на кроп. Объективы, этот режим включается автоматически. Теперь же давайте посмотрим, для чего этот режим может быть нужен. Очень удачно получилось, что в момент подготовки мной этого обзора у нас чистое небо и такая вот замечательная луна на все небо. Даже сейчас, наверное, повыше подниму. Сейчас у меня работает Dual Pixel, на самом деле, с фокусировкой на этом здании. И вы видите, как все дергается. Почему? Потому что для того, чтобы получить такую чистую картинку, я сейчас сделал ISO у меня, сейчас посмотрим, 3200, диафрагма 2.8 и выдержка 1.8 секунды. Вот этот фотоаппарат, позволяет замечательно делать сверхдлинную выдержку на видео, чего раньше, в общем-то, не было. Хотя современные камеры это позволяют. И для таких вот видео со статичным объектом, если не шевелить камерой, соответственно, никакой шевеленки нет и все хорошо. Но хотел показать вам не просто это, а за счет длинной выдержки, соответственно, можно ISO снизить и будет чище. То есть, к примеру, если сделать стандартную выдержку для 25 кадров в секунду, скажем, 1.5, то сейчас ISO, вон 20 тысяч. Вы видите, сколько шума сразу, да? Вот. Это вроде бы необходимая стандартная выдержка при объективе 2.8, при светосиле, при диафрагме 2.8, да? Можно, конечно, более светосильный объектив, но ночью все равно, там светосила не напасешься. Вот. А при помощи 1.8 секунды снова падаем до 3.200, ну и какую-никакую картинку получаем. Но хотел я показать не это, а именно кроп-режим. Смотрим, у нас 70 миллиметров, зазумливаем до 200 миллиметров и чуть-чуть подкорректируем. О, автофокус у нас балуется. Сейчас поставим его по центру. Находим луну. И я попробую зафиксировать штатив, хотя очень... Самолет летит, шумит, вы слышите прямо надо мной. Хотя очень сложно зафиксировать еще и с такой выдержкой. Но, тем не менее, вот фиксируемся. И что нам нужно сделать теперь? Конечно, мы сразу же можем скинуть ISO до соточки, да? То есть уже получить максимально чистую картинку. Конечно же, завалить выдержку, чтобы посмотреть текстуру луны. Мы прикроем диафрагму сразу до f8. Вот я прикрыл диафрагму до f8. И выдержка. Вот час 1 сотая. Ну, наверное, вот 1,125, да? И 200 миллиметров. Вот, как вы видите, полноценную луну можно видеть. И, соответственно, чуть-чуть она может плыть в кадре, потому что включен стабилизатор. Давайте попробуем его выключить. Вот так вот. Без стаба нет. Это уже будет дрожать штатив, потому что объективы с камерой вместе получились довольно тяжелым для моего штатива. Лучше стаб пусть работает. Вот так вот это все выглядит в обычном режиме. Ну и, соответственно, обратно 70 миллиметров. Вот видите, да? Какая мелкая луна. Да, если был объектив 400, там 600, больше 800 миллиметров было бы лучше. Но, тем не менее, вот 200 миллиметров имеющиеся у меня дают вот такое вот увеличение. А теперь давайте попробуем включить кроп-режим. Хах! Простите меня, но это он и был на самом деле. То есть это у нас был кроп-режим 200 миллиметров. Считайте, 200 миллиметров с кропом 1.6 с Кэнненским. То есть в аналоге сколько мы получаем? Там 320, да? Или сколько? 360. Вот. А вот это кроп-режим отключен. То есть это обычный полнокадровый режим 200 миллиметров. Вы видите, луна, конечно, намного меньше в кадре. Ну, если мы зазумим обратно до 70 миллиметров, то, как бы, вообще беда и ничего не видно, да? Вот. Ну, а в кроп-режиме, как вы видели, можно было получать приличную картинку. Так вот, к примеру, что для фото, что, вот, к примеру, для видео, для каких-то очень удаленных объектов можно этот режим использовать. Ну, а если вам и этого мало, то можете снять в кроп-режиме 4К и, например, еще в 4 раза увеличить до Full HD, как я сделал здесь. Я все еще не снимаю ничего в 4К, потому что у меня комп не потянет и вообще всю экосистему надо под это дело менять. Но специально для вас вот я делал один этот файл и вы видите, как можно замечательно при помощи кроп-режима получать дополнительное увеличение. Но есть и другая интересная сторона кроп-режима. Если в предыдущем примере мы получили большее увеличение с телефотообъективом, то здесь, как видите, сейчас у меня на самом деле камера на вытянутой руке и мы получаем сверхширокий угол. Почему? Потому что я прикрутил на R6 сейчас свой ширик с кропов 10-22, старый EF-S объектив. Фотоаппарат с ним сразу автоматически входит в кропнутый режим и, соответственно, показывает нам обычную мою кропнутую картинку, как я на шириках у себя использую. Соответственно, здесь есть зум до 22 мм, всё работает, всё в порядке. И для влогов вы можете использовать, к примеру, в такой же ширины угол, скажем, RF-объективы 15-35, просто посмотрите, сколько стоят. Понятно, они там будут 2,8 и со всякими плюшками, и, может быть, и со стабом. Но для влогов, скажем, вот для таких вот, может быть, это и не нужно, и вот этот самый простой и дешевейший объектив подойдёт для вашей там RP, R или вот даже R6. Так что можно сэкономить, и кроп-режим, соответственно, вам тоже здесь пригодится. Здесь в кроп-режиме с объективом вот EFS 10-22, в котором нет своего стабилизатора, в Canon R6 заработал матричный стабилизатор. Как вы видите, картинка довольно плавная, но на самом деле она по краям может плыть, вот если так вот пошевелиться. Почему? Потому что для матричной стабилизации это как-то очень уж широкий угол, и ей сложно с этим справиться. Матричная стабилизация наиболее оптимальна, работает на средних фокусных расстояниях, вот, к примеру, 22 мм. Я зазумил, и смотрите, какая вполне себе прелестная картинка, и довольно стабильная. Вот я, причём, на полностью вытянутой руке сейчас, вот сейчас контролирую себя на экране, и обычно с полностью прямой руке всё дрожит. Здесь очень даже неплохо, и матричный стаб хорошо работает. На широком же угле края, как видите, они и так растянуты, ещё и могут плыть. Ну, а в телефото режиме матричный стаб у него слишком маленькая амплитуда, он тоже так сильно не справляется. Там гораздо лучше будет работать оптическая стабилизация в объективе. Вот, ну, а в идеале, конечно, чтобы они работали вместе, вешается RF-объектив, и работают две системы стабилизации, и, соответственно, получаем просто, ну, мега-супер-крутейшую стабилизацию. Вот, но, тем не менее, вот даже с такими старыми EFS-объективами можно использовать матричную стабилизацию, и работает она отлично, ну, в пределах своих возможностей. И последний пункт, который мы здесь видим, это банальная запись звука. Здесь всё как обычно, ручная, автоматическая, или выключить, настроить уровень, и фильтр ветрозащиты, и аттенюатор, который значительно снижает уровень звука, как вы видите, вот, делает совсем низким. Для самых-самых шумных, например, мест где-нибудь в аэропорту, или вот я как-то снимал, как барабанщик играет. Там настолько громко, что в обычном режиме даже минимального уровня не хватает. Включаете аттенюатор, и у вас очень-очень низкий уровень звука, и можно громкие источники звука записывать. Едем дальше. Здесь, опять-таки, стандартные настройки, компенсация экспозиции, чувствительность, настройки HDR. Это всё, что было в фоторежиме, то же самое, автокоррекция яркости. Приоритет цветов, Highlight Tone Priority, так называемые, можно его включить, причём здесь два варианта. Раньше в камерах был только один, обычный D+. Он пытается сохранить, соответственно, высокие тона, но при этом в тенях может выводить шумы. Медленный затвор, то же самое, как я уже рассказывал, для чего он нужен, но он работает, соответственно, если мы в режим съёмки выведем в автоэкспозицию, тогда у нас медленный затвор можно будет включить, и в темноте он будет делать длинную выдержку. Так, кадрирование давайте отключим. Будет делать длинную выдержку и, соответственно, высветлять вам вашу композицию, пытаясь как можно меньше шумов там оставлять. Баланс белого, ручной, коррекция, стиль изображения, это всё то же самое. Чёткость, также для видео, как и для фото есть, но, что интересно, особенно в новой прошивке 1.4.0 появилась настройка Canon Log. Это тот самый плоский профиль, о котором я говорил, и давайте посмотрим, как он работает. Вот обычная картинка, стандартный профиль давайте включим. Или автоматический, или стандартный профиль у нас выглядит вот так вот, как вы видите. Теперь же включим настройки C Log, и мы видим гораздо более плоский, профиль. То есть, меньше теряем светлых тонов, и много достаточно выведено теней. Потеряли насыщенность, потеряли контраст, более плоская картинка, больше динамический диапазон. Если же мы включаем Log 3, то мы получаем ещё более плоскую картинку. Как видите, практически вообще нет ни насыщенности, ни контраста, но все возможные градации тонов сохранены. При этом, здесь ещё, это ещё включил у нас помощь в просмотре, на самом деле. Если же её отключить, то мы тогда увидим истинное лицо, так сказать, C Log, то есть, например, вот он, C Log такой, да, первый, и C Log 3, мега плоский, ещё более плоский, вот на самом деле какой. Ну, понятно, что здесь на экране вы слабо это видите, на экране фотоаппарата. Кому интересно, могут протестировать и посмотреть, как это выглядит в реальности. Вот. Ну, ещё какие-то настройки тут есть. Для C Log, какая-то матрица, цветовая матрица, как в камерах Canon EOS киношных, или нейтральные, характеристики какие-то, вот тоже, да, резкость, насыщенность, тон тоже для C Logов можно, и цветовое пространство, соответственно, выбрать. В общем, это такие более тонкие видеонастройки для видеографа, я думаю, будут вполне полезны. Давайте только его пока отключим. Вот. Ну, а также, как я и говорил, есть профиль от стороннего производителя, и вот здесь я покажу вам, как выглядит, а пожалуй, покажу вам маленький кусочек, как выглядит съёмка без обработки всех этих трёх профилей, ну, и, наверное, кусочки с обработкой тоже. Субтитры создавал DimaTorzok настройки коррекции, аберрации объектива, шумоподавление при высоких айса, это всё банально. Запись HDR недоступна, поскольку выбрано, значит, не то качество видео. По-моему, в Full HD обычном 25 оно будет доступно. Где у нас этот пункт? Да, запись HDR, соответственно, это высокий динамический диапазон, который тоже пытается сохранять хайлайты и выводить больше теней. Ну, кусочек такого видео, примера, на ярком свету я вам сейчас покажу. Теперь же пока отключим и посмотрим дальше. Интервальная съёмка. Это для съёмок таймлапсов. Соответственно, здесь все те же настройки, что и есть, допустим, у меня в 200D или в 80D. За тем исключением, что здесь ещё возможно снимать 4K, а не только Full HD. Но, скажем, 6D Mark II тоже умеет в 4K снимать таймлапсы. Дальше. Так, что это у нас здесь? Интервальная съёмка, поэтому недоступна. Вот, видите, как при некоторых функциях некоторые другие могут быть недоступны. автоспуск для видео. Это раньше таймер был только для фото, теперь, оказывается, для видео есть. Если вы хотите, например, настроили камеру, хотите отойти, сесть и начать снимать, чтобы потом не отрезать лишние там несколько секунд от начала видео, пожалуйста, у вас есть таймер 2 или 10 секунд. И дистанционное управление, вероятно, для отдельного какого-то пульта. Стабилизатор. Смотрим тоже. Опять-таки, как из фото, мы видим, что здесь оба стабилизатора доступны, ибо этот объектив сам по себе без стаба. Соответственно, и в видеорежиме для него доступен как матричный стабилизатор, который я показал уже на фото, так и доступен цифровой стабилизатор. Ну вот, смотрите, как видите, если его включить, картинка еще более стабильная становится, но появляется кроп, поскольку это все-таки цифровая стабилизация, не аналоговая. Ну и еще улучшенный, тут картинка вообще прям зависает. Смотрите, вот руки трясутся, а картинка нет. Но, соответственно, еще больше кроп. Вот, поэтому пользуется цифровой стабилизацией или нет, это ваш выбор. Ну а матричная вот с такими объективами, ну и со многими другими, без стаба работает замечательно, что и прелестно. Функция кнопки затвора для видео. То же самое я это показывал уже в меню касательно фото. Но здесь еще есть разница для полу нажатия и для полного нажатия. Вот для полного нажатия можно на самом деле назначить, чтобы была кнопка запуска и остановки съемки видео. Таймер замера тоже самое, настройка зебра. Так, зебра у нас не работает. Смотрите, обратите внимание, когда у нас включен фокус пик. Сейчас мы его найдем и отключим, и тогда можно будет подключить зебру. Отображение информации о съемке. Это все то же самое, да, как у нас и было с фоторежимом, тоже все это можно настроить. И форма дисплей, видоискатели тоже самое. Для видео тоже есть такие настройки. где у нас фокус пик у нас, наверное, переключается в меню автофокуса, да, давайте вот мы его выключим, и тогда у нас здесь будет доступ настройки зебры. И при этом достаточно тут один тип зебры, один, два, два вместе, плюс вот процент вот этого высветления. В общем, довольно гибко зебра здесь настраивается. Так, здесь разобрали все. И последнее, что у нас остается в режиме ожидания, можно сделать так, чтобы экран переходил в низкое разрешение, что может быть удобно для экономии батарейки. То есть тут ничего хитрого, когда вы включаете эту функцию, то у вас в режиме ожидания разрешение электронного дисплея падает, но экономится батарейка. И здесь тоже, соответственно, это написано, такое предостережение, что не только качество хуже будет, ну, в предпросмотре, да, а во время записи оно останется оригинальным, поэтому не пугайтесь. Ну и во время включения записи, пока дисплей переключится из пониженного разрешения в обычное, может потребоваться какое-то время, поэтому думайте, стоит включать эту функцию или нет. HDMI дисплей, тоже есть настройки, есть настройка, при которой не происходит запись на карту памяти, просто будет дисплей использоваться, выход из HDMI просто для отображения вот меню и воспроизведения изображений, просто как на внешний дисплей, ну и есть обычный режим. И настройки тайм-кода также тут есть. Вот все, что у нас для настроек видео. На секундочку мы заглянем в следующее меню, хотя в основном там все то же самое, но скорее всего некоторые пункты пропадут, потому что в видео все-таки меньше настройок, чем для фото. Тем не менее, здесь все то же самое есть, выбор тех же самых точек и зон для фокусировки на видео, обнаружение людей или животных, обнаружение глаз, видеосерво, настройка AF перетаскиваниями, опять-таки, если вы видео снимаете через электронный видоискатель, что без зеркалки позволяет. Соответственно, фокус-пик, фокус-гайд тоже есть. Работает так же, как и в режиме фото. Ну и здесь у нас все те же самые настроечки, выбор точек, вращение колец. Да, все остальные настройки те же самые. Естественно, в видеорежиме все остальные подменю здесь те же самые. Вот мы от и до просмотрели абсолютно все меню на Canon R6. Субтитры создавал DimaTorzok